Здравствуйте, с вами канал Вкусный Огород Барнаул. В этом сезоне начинаем убирать лук и чеснок 12 июля. Обычно уборка этих культур производится до 25 июля, в зависимости от капризов погоды. Ну, во-первых, пришлось убрать лук-шалот народной селекции, которым поделились со мной друзья, потому что у него ботва полностью засохла, совсем, то есть просто уже тут ждать нечего и можно смело его убирать. И получился вот такой лучок. В гнезде вот столько луковиц, вот здесь вот 8 штук. Ну, где поменьше, где 6, где 5, где 7, но довольно большое количество луковок. Луковки выросли не очень крупные, вот такие, но в принципе их вполне можно использовать для еды. Они неплохо хранятся и обладают хорошим вкусом. Какой можно подвести итог урожайности вот этого вот лука-шалота, к сожалению, не скажу, какой сорт. Ну, я считаю, вполне нормальный, тем более сезон для лука выдался не очень благоприятный. Так что лучок вырос, я считаю, неплохой. И этот лук оставлю для дальнейшего выращивания на следующий год. И понаблюдаю за ним еще дальше. Ну, а остальной лук-шалот и лук-репка пока решено оставить на пару дней. Пусть немного подрастет. Ну, а дальше уже обещают дождливую погоду и придется его тоже убирать. Ну, и поскольку озимый чеснок к этому времени, на мой взгляд, полностью сформировал головки и ожидаются в ближайшее время дожди, принято было решение его убирать. Как определяю сроки уборки чеснока и лука, есть отдельные ролики. Кто очень этим интересуется, может посмотреть. Самый главный, на мой взгляд, признак, это когда выкапываю головку, смотрю, как она сформировалась, как она выглядит. И если головка нормальная, то можно уже чеснок и убирать. Убираем чеснок вместе с ботвой. Он будет отправлен на чердак. Там будет дозариваться. Пластические вещества из ботвы переместятся в головку. Она станет еще более крепкой и хранится такой чеснок очень хорошо. И только потом делается обрезка чеснока. И сейчас самое время подвести итоги урожайности разных сортов чеснока. Выращивал три сорта чеснока. Это два сорта, которые покупал в магазине. Это сорт Любаша. Вот он, к слову сказать. Сейчас посмотрим. Вот такие вот головки. Изначально даже посадочный материал этого чеснока выглядел более крупным. И чеснок, как известно, этого сорта, имеет более крупные головки. Так оно, в конце концов, и вышло. Чеснок вырос, ну, я считаю, довольно крупный. Но не настолько, чтобы уж сильно разительно отличаться от других сортов. Но в целом он покрупнее. Головки сформировались полностью. Я считаю, чеснок выглядит вполне нормально. Несмотря, повторюсь, на неблагоприятный год для лука и чеснока. Были выпадения чеснока, но не более трех процентов. Это практически ерунда. Основная масса головок в хорошем состоянии. И посмотрим, какой этот чеснок окажется на вкус. И будет принято решение, выращивать этот чеснок дальше или нет. Сорт Любаша. Следующий сорт чеснока, который пробовал тоже впервые. Это сорт чеснока подмосковный. Если присмотреться, то можно увидеть, что этот чеснок мельче по сравнению с сортом Любаша. Но головки тоже не такие уж и плохие. Вполне нормального размера, на мой взгляд. Вот такие головочки у чеснока подмосковный. Сформировались неплохо. Так что мелких каких-то головок или дефектных практически нет. Так что этот чеснок, я считаю, тоже выглядит вполне нормально. Точно так же попробуем, каков он на вкус, как он хранится. И будем решать, выращивать его дальше на участке или нет. Каждый сорт требует времени, чтобы к нему присмотреться. Поэтому сразу решать, конечно, ничего нельзя. Ну и третий сорт чеснока, который был выращен в этом сезоне. Это чеснок народной селекции, который выращиваю уже не один десяток лет. Уже давным-давно забылся сорт. Это не знали еще те огородники, которые поделились со мной посадочным материалом. И этот чеснок выращивают многие в нашей местности. И он растет хорошо. Пожалуй, можно считать этот сорт чеснока сортом народной селекции. Может быть, он не очень крупный. Но он довольно неприхотливый. В любую погоду завязывает неплохие головки. Вкус очень хороший. Хранится неплохо. То есть, в сущности, очень неплохой чесночок. Отказываться от него ни в коем случае не собираюсь. Будем выращивать его и дальше. Ну, единственное, что с ним вместе, может быть, будут расти и другие сорта чеснока. Это Любаша и Подмосковный. Пока буду к ним присматриваться. Урожай, конечно, не рекордный. Но чеснок полностью сформировался. Головки ровные. Практически нет мелочи. Нету больных головок. И это несмотря на сложный год. Так что чесночку большое спасибо. Безусловно, такого количества чеснока хватит и для собственных нужд. В целом, чесноком я доволен. После просушки на чердаке чеснок будет обрезан. Отправлен домой на хранение. Всем хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания.